Мы находимся на выставке Метроэкспорт, с говорим с нашими гостями. У нас крупный партнер Coca-Cola. Анастасия, расскажите, почему магазину важно работать с категорией напитков? Потому что, во-первых, 40% всех корзинок содержат напитки. Во-вторых, категория газированных напитков и в целом безалкогольных напитков – это одна из самых расширяемых категорий. То есть, сколько покупатель увидел, столько он купил, столько он и потребил. Хорошо. Назовите три шага к эффективному построению категории. Первый шаг – это ассортимент. Для магазинов у дома важен сбалансированный ассортимент. Потому что, если будет слишком много из каю, соответственно, будет недостаток товара на полке, аутостоки, и, как правило, это приведет к потере продаж. Если будет слишком мало из каю, соответственно, будет незакрыта потребность покупателя, что тоже приведет к потере продаж. Вторым шагом я, наверное, назвала бы расположение основной полки и вторичной выкладки. И третье – это выкладка на самой полке. То есть, мы должны понимать, как покупатель мыслит для того, чтобы принять решение о покупке. И это так называемое дерево принятия решений. И в итоге к какому результату это может привести? В среднем, если учитывать все три направления, это может дать до 20% выручки. И общий вопрос про… Какие у вас впечатления о самой выставке? Вы видели экспонент, вы видели аудиторию? Есть ли здесь целевая аудитория для компании Coca-Cola? И вообще, как вам понравилось или не понравилось? Да, мне очень понравилась выставка. И, безусловно, здесь есть целевая аудитория. В нашем портфеле существует ряд брендов, которые направлены на различные целевые аудитории. Будь то тинейджеры, либо зрелая аудитория, либо люди, ведущие здоровый образ ведущей, здоровый образ жизни. И спасибо большое. Не переключайтесь. Скоро включение с нашими новыми спикерами и гостями. Спасибо.